здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и мы сегодня продолжаем наш обзор наших находок из винтажной лавки и хочу начать из этого браслета видите он весь в жемчужинках таких но это стеклянные жемчужинки шарики покрыты наверное таким покрытием перламутровым обратите внимание каждый видите каждая жемчужинка между ними идет такой узелочек все в принципе довольно неплохом состоянии особого я не вижу даже с хода покрытия здесь уже не помню какую-то петлю я установил зажал просто крючок этот потому что одна была слетевшая часть так и вот такой интересный вы посмотрите замочек цветочек такой вот в каждом лепесточки ведь и кристаллик имеется сейчас я попробую открыть посмотрим как он в открытом состоянии так вот так вот обычно здесь бывает маркировка на замочке но здесь я ничего не увидел вот такой в открытом состоянии очень красивый такая огромная булавка английская не регина подсказала почему-то ее называют тоже было нами найдено интересно то что здесь дополнение видите жемчужинки с такими зажимами крапанами крупными такая не просто булавка очень красивая даже булавка так открывается да довольно таки крупная она это очень вся такая бляшущая посмотрите и в состоянии такой хорошего в золотом тоне можно понять подумать конечно что же это брошь такая крупная видите но это клипса была нами найдена одиночная ведь и вся она усыпана жемчужинками цветочками кристаллами вот и обратная сторона и здесь даже имеется маркировка от компании кора очень огромный длинные имеют бусы были нами найдены они холодные я так понимаю это ракушка в виде пуговичек таблеточек таких перламутр длинная длинная на я сложил двое просто сколько их много и вот такая она видите в длину вся огромная очень красиво и такой черно-белая так интересно да они без замочка еду но куда тут замочек такой длинная да я когда увидел эту брошь то брать особое не хотел честно говоря оригина когда посмотрела маркировку говорит как как это мы не возьмем посмотрите краунд 3 фаре под пент так я хочу брать если какая-то жемчужинка отсутствовала кристалл и вообще напрочь отсутствовал и глаз креплениями абсолютно все но на сказал он ты сделаешь да легко сказать а сама по себе брошь действительно очень красивая у неё оправа красиво золотом тоне жемчуг кристаллы так и эти маркизы да действительно здесь мне пришлось видите приклеить замочек и иголочку с креплением главное чтобы держалась и снова бусы молочное стекло вы посмотрите как же они красивы каждая бусина градуирована очень они тоже длинные длинные при длинные очень длинные но самое интересное то что у этих длинных бус имеется замок замок коробочка и тоже видите такой кабошон в крапанах так он открывается без маркировки сейчас еще и полностью так покажу потихонечку между бусинами еще таки видите маленькие перегородочки забыл какие называют тут не узелочки это прям такие маленькие бусинки до проставочные бусинки очень красиво да и эту броши еще тем более брать не хотел так хоть хоть три фаре имела маркировку это просто вообще все практически здесь отсутствовало да и вообще не было здесь этих маркизов не было вернее жемчужина была какая-то огромная одна одной не было тоже такой серебряный тон тон оправа имеет регина говорит я возьму мне очень понравилось она очень красивая такая нежная да и плюс к тому не было иголочки с этим креплением было крепление здесь замочек только Даринечка что ты хотела сказать что нежная очень ну да такая вот чудесная брошечка ну чудесная такая много чего в ней не было такая брошь который прям хочется носить я не знаю вот регина как тебе удалось эти эти маркизы подыскать да не было ничего Я вспомнила, что у меня такие были. И маленькие. Я когда-то достала с какой-то броши. Понятно, вот пригодились. Молодец. Да, это уже брошь, не клипса. Можно подумать. Вся она усыпана кристаллами, вы посмотрите. Каждый кристалл имеет свою ячейку. Касты. Да, так называемые касты. Вот и обратная сторона. Без маркировки. Вот такие необычные серьги мы нашли. В прямоугольной форме. Да, в прямоугольной форме. В виде цветочка. Вырезаны цветочки красивые здесь. И это целлюлойд у нас. Вот их обратная сторона. По-моему, одно крепление. Вот эта швенза не хватало, да, Венечка? Где-то ее нашла, я даже не знаю, похожую. Я ее установил. Да. Очень красивые. Мне нравятся цветочки. Да, вот тоже интересная работа. Птичка, сидящая на дереве. С какими-то, видите, плодами. Может, боярышник, может, еще что. Очень красивая птичка. Поет песенки. Выполнена, видите, как оправа. Каждый лепесточек имеет отверстие. Все, мы долго думали с Региной, что же это за материал. Пластик или же кость. Все, затрудняемся с ответом. Я говорю, если советские времена, какая слоновая кость? Наверное, пластик. Я, честно говоря, затрудняюсь. Видите, осень. Название броши. И автор Чернакова. Ты сказал, да, что это советская брошь? Да, я сказал. И я сомневаюсь, пластик это или слоновая кость. Может, советские времена тоже делали слоновой кости? Я вообще в этом плане не знаю ничего. Нам зрители пусть подскажут. Пожалуйста. Не, не до этого тогда было. Да. Ну, вот, гравировочка. Смотрите, осень. Автор Чернакова. Пожалуйста. Может, советская. Времен Советского Союза. Интересная находка. Так, еще одни бусины. Бусы были нами найдены, но они, видите, нанизаны на такую ниточку. Просто кто-то нанизал, наверное, чтобы не потерять, не растерять. Регине они очень понравились, и она взяла их и будет что-то там делать с ними. Учиться перенизывать, так сказать. Так я понимаю, да, Веншка? Ну, если получится. Да, если получится, конечно. Потому что я никогда этого не делала. Ну, сами бусины красивые, они стеклянные, да, я так понимаю. С узором. Напоминают мураноглаз. Ну, просто напоминают. Такая техника типа. Ну, может, я ошибаюсь в чем-то. Ну, пусть Ирина пробует. Развлекает. Да, в новом творчестве себя проявит. Вот что-то и получится. Да, такой симпатичный четырехлистник. Клевер. Мы нашли. Брашировка, да. Ой, такая она реалистичная. Красивая стебель. По-моему, здесь была, Ренечка, да, впатина. И ты ее... Очень неплохо тебе удалось ее убрать. Было очень много. Там еще осталось, видишь. Даже есть немножко. Замочек. Ты говоришь, Ренечка, что... Ты считаешь... Я думаю, что она очень старенькая. Мне кажется, антикварная. По крючочку вот я смотрю. Ну, не обязательно. Не? Ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, интересная брошь. Такое кольцо мы нашли. Кольцо, видите, безразмерное. Так оно выглядит с обратной стороны. Без маркировки. Видно, конечно, что винтаж. Но мы, по правде сказать, взяли это кольцо, чтобы взять кристаллы на запчасти. Очень красивые они. Ну, а сейчас, думаю, посмотрим, как говорится, что получится. Может, колечко оставим. Регина вытаскивала все эти наши находки. Я говорю, а зачем ты взял эту прищепку? Она ее назвала. Я говорю, а мне она понравилась. Так сказать, прищепка. Смешно так. Ну, действительно, форма такая интересная у нее. Такой кабошон люцитовый в виде такого янтаря, что ли. Я сам не знаю, чего я взял. Мне понравилось. В хозяйстве пригодится, так сказать. Да, я тоже подумал, что это брошь или серега, может, клипсы в смысле. И с обратной стороны увидели такой насадка для пуговиц. Так называемая. Может, кто-то уже знает, как она работает. Так она открывается, накидывается на пуговку и зажимается. И вот там на верхнюю пуговичку надеть. Очень красиво смотрится. Симпатичные здесь кабошоны, разноцветные. В приглашенном тоне оправа. Из люцита. В приглашенном золотом тоне, я хотел сказать. Да, люцитовые эти кабошончики. Но они под камни, видишь, под аметист. Да, под драгоценные. Да, а то посерединке, может быть, под янтарь. Сапфир. Сапфир. Правильно. Рубин. Рубин там. Ну, короче. Это может быть под молохи. Да, вполне сойдет. Или под изумруд. Да-да. В пакетике нашли такие кабошончики. Может, пойдут они, знаете, на... Ну, дополните, что-то где-то вклеить. Посмотрите. В Оргине они показались, как вселенная. Но некрасивые. Угу. Это стекло. Да. Действительно, очень красивый цвет. И они переливаются даже как-то. Как радуга. Ну, там до радуги не все цвета, конечно. Ну, да, красивые. Очень красивые. Может, пригодится где-нибудь. Брошь-сердечко. Патриотическое в виде флага. И... Видно же, конечно, что брошь довольно винтажная. Самое интересное то, что с обратной стороны, в глубине изделия, мы видим маркировку звездочки. Такая брошь-сердечко. Если я не ошибусь, то брошь в стиле модерн выполнена. В золотом тоне, с брашировкой. Мне показалось, что-то как волна Оргине, как какая-то запятая, да? Что-то в этом роде. Вот так брошь выглядит с обратной стороны. Очень хорошее качество крепления иглы без маркировки. А эта брошь, напротив, не понравилась Оргине, да? Я так понимаю. Но, наверное, что ты ее взял-то вообще? Я ее, я не знаю. Мне понравилось. Только какой-то как цветочек такой засушенный, я не знаю. Оргине показалось, что это как летающий змей. Когда дети запускают воздух. Да. Ну, довольно такая часто не попадается, я бы сказал. Брошь. Брошь. Да, брашь. Брошь. Да, брашь. Такой естественный, как будто настоящий цветочек. Такой стебель. Металл хороший. Да, да. Очень крепкий. Я пытался согнуть эти лепесточки, чтобы они выровнялись. А у меня не получается. Очень прочный металл. Гнется вот это стебель, а это нет. Хорошее качество. Иголки с креплениями. Видно, что винтаж. Да, как вы думаете, дорогие друзья, что вам напоминает эта форма? Мы с Региной и Ольгой думали-думали. А внук нам сказал, что это похоже на дракона. И действительно, Ольга зашла там на гугл, по-моему. И это действительно такая форма дракона. Так. Видите, брошь в золотом тоне. Она довольно крупная. Ну, конечно, взяли, но здесь не было иглы, по-моему, да, с креплением вот этим. А это крепление было. Вот это. Ну, ты сделал, молодой. Я приклеил. Подходящая длина иглы попалась. И интересно то, что маркировка с годом выпуска. Компания JJ. 1986 год. Так вот. Я так, честно говоря, и не понял, где же здесь дракон. Клипсы в виде ракушек в приглушенно-золотом тоне. С обратной стороны. Мы видим маркировку от компании Кэроли. А здесь, обратите внимание, и на креплении маркировка и в глубине изделия. Кэроли. Так, что я могу сказать? Компания была основана в 1972 году. И в 2001, если не ошибаюсь, была какой-то компания, она перекуплена. Такая у нее история. Такой милый браслет был нами найден. Посмотрите, как же он красив. Вот это переплетение в золотом тоне. Такая цепочка. И в темном, в черном тоне такая нить. Очень оригинально. Шпрингельный замочек мы видим. И нашли дикий маркировку от компании Трифари. Трифари Ти-Эм. Я думаю, эту маркировку уже ставили на закате, перед закрытием уже этой компании. Очень красивая работа. А это у нас дресс-клип. Так он выглядит с обратной стороны и с внешней. Простая форма. Кристаллы крупные и мелкие. Удивительно. Все было на месте. Да, все на месте. Да, еще один дресс-клип. Посмотрите, пожалуйста. Он очень красив. Я, по правде сказать, брать его не хотел. Здесь множество кристаллов отсутствовало. Почти все. Ну, не почти все. Ну, половина, наверное, отсутствовала. И мне как-то оно... Думаю, столько работы. Но обратная сторона. Вы посмотрите. Какое качество. В каком сохранности. Какой хороший. И мы его взяли. Все. Я уже заклеил все кристаллы. Смотрится он красиво. И у Регины возникла идея, что, возможно, это был дуэт. Вот так смотрелся. Еще одна часть такая же. И действительно было бы очень красиво. Потому что очень больно ровная эта часть. Но это, опять же, надо такая же часть, еще и корсет. Корсет. На который оно надевается. И тогда она могла бы стать брошью. Такой великолепной. Мне кажется, это арт-деко. Да. Я думаю, тоже арт-деко. Очень красиво. Вот такой великолепный сет был нами найден. Компания Warner. Сейчас я хочу зачитать немножко сразу же. Основанная Джозефом Уорнером в 1953 году компания Warner производила ювелирные изделия до 1971 года. Ювелирные изделия, известные своим высоким качеством изготовления, изготавливаются из сплава золотистого цвета, лакированного металла, эмали, горного хрусталя и изысканных страз. Традиционно в дизайне используются цветы, насекомые, животные и фигурные мотивы. Примечательно, что помимо традиционного дизайна бижутерии, Warner выпустила серию цветочных брошей с инновационными мотивами. В частности, механические броши из серии «День», «Ночь», оснащенные хитрым механизмом открывания и закрывания. Среди них броши, зонтики, цветы. Компания прекратила свою деятельность в 1971 году. Сегодня вся бижутерия, подписанная Warner или Джозеф Warner, является коллекционной и постоянно растет в цене. Да, я считаю, что нам тоже с Региной повезло в каком-то роде. Это тоже компания Warner. Целый сет, называется он «Ягода», брошь эта. Вы посмотрите, когда Регина потом рассматривала эту брошь, ну и сет, она подумала, что это какой-то из нового, типа Алиэкспресс. Да, я не знаю, ну как будто вот новое абсолютное изделие, вы представляете. Вот ягода вам, видите, какая прекрасная стебель, зеленые листочки, усыпана вся кристаллами с покрытием Аврора Бореалис. И когда мы покупали, я решила, что у нас такая есть. А я пришла домой, посмотрела, у нас клубничка. Клубничку тоже они делали. И роза у нас есть, которая механическая, открывается, закрывается. Так, а вот здесь маркировка на креплении. Надо поискать. Да, это у нас, видите, клипсы. Очень красиво они, конечно, гармонично смотрятся. Прекрасный сет. Ничего не могу сказать. И главное, в таком хорошем состоянии. По-моему, в идеальном. Да, ну скажем, в идеальном даже. На этом, дорогие друзья, наш обзор подошел к концу. Хочу вас поблагодарить за просмотр, за поставленные лайки, за подписку на наш канал. Буквально немножечко еще не вошло изделий из винтажной лавки. Мы потом их дополним в следующем видео. И до новых встреч. Всего вам доброго.